а третья миссия warwin 2 компания замор пехов так в следующую миссию берем ричардса я просто нему привык уже хотя можно и малкольма малкульм он очень живучий пусть и давайте я возьму малкульм тем более у него есть параметр скрытность может быть получится лучше подкадываться к врагам берем малкульма дальше берем юнитов но опять у меня есть подозрение футы черт друзья а ладно хрен с ним берем а я я юниты не выбрал которые на следующий уровень как я понял все равно я вот и раз проходил эту миссию все равно почему-то это юниты не те которые я переводил спорта миссия почему-то ощущение что все равно стандартный до набор дают цель уничтожить все вражеские отряды ограничения теперь ты можешь строить синтезатор бутаниума инсенераторы этот огнеметные танки и stingray и начать игру до рано отдается почему-то один и тот же набор юнитов я просто сейчас второй раз эту миссию запускаю просто раз я тоже выбирал отряды и почему-то это вот один хрена не те кого я переводил юниты а почему-то эти так формируем отряды так пехотинцы это у нас отряд ой-ой-ой пехотинцы это отряд поддержки ли собаку только не убейте 5 атакуем собак я потерял одну марки морскую пехотинку реново сразу же видите как беда стряслась так shift 1 это у нас танки то есть саперы у них хорошая броня они принимают на себя первый удар а потом подключаются пехотинцы и добивают врага вот такая у меня будет тактика собаки у нас в резерве я их посажу водителями танков как бы смешно не звучало так и начинаем базу отстраивать строим значит штаб давайте здесь поставим штабик так строим строим столовые так вот этого типа давайте наймем что ли он это не мешался здесь постройте больше заводов а у нас полный у нас полный лимит по юнитам ставим столовую так больше у меня строители нету сейчас просто ждать в принципе можно уже на разведку идти я думаю потихоньку давайте потихоньку выдвигаться на разведку так какие у них какие у них стоят до защитные у них стоит тактика поведения защитная но она же самый эффективный кстати в атаке потому что давайте на восток пойдем пока там подстройки строятся у нас так вот здесь вот вход видите там сейчас будут враги нужно быть готовым атаковать так тут забор забор сносим саперами до них этот пар пустяков стреляйте суки почему вы не стреляете блять я потерял а нет я никого не потерял кстати отлично отлично сражение получилось потерь нет у меня правда один гренадер практически дохлый то есть давайте его отведем куда-то в безопасное место я его не вижу кстати где-то где гренадер у меня еще один все-таки потерял я гренадера обидно надо будет его сделать потому что должен быть отряд подрывников они толстые они принимают на себя первичный удар так вот танк танк который мы починим заберем себе инсенератор так называемый это огнеметный танк у него хорошее бронирование стрелковое оружие обычно его нихрена не берет могу сразу сказать окно я так понимаю мы не возьмем и мы не достанем этого парня отсюда ну да это надо подниматься наверх так отходим назад да я пришлю рабочего чтобы это как у нас тут уже построена первая столовая там еще одну столовую так отходим на базу надо побольше юнитов чтобы у меня было маловато пока слушайте вот этого парня надо завалить сразу потому что он съедает наши ресурсы это большой банка так называемый расстреливаем его он живет нашу деревья это наши ресурсы все избавились от него когда дайте ребята ходят стаями с ними надо быть осторожным потому что если обижаешь 1 то остальные приходят на выручку на это был одинокий бонка так я вам я уже могу нанять в принципе парочку рабочих давайте строитель сейчас наймем и сразу отправим их рубить деревья так ну мало клин благодаря своей способности убеждения по идее я так понимаю должен дешевле нанимать нет пусть а он не умеет кстати он не умеет он не умеет нанимать дешевле то есть этим товарищем а как не умеет прекрасно он умеет говариваем этих чуваков присоединится к нам так я там вид слышал у нас построен еще одна еще один на столовая так этого парня отправляем рубить лес так это у нас рекрут его давайте это талантливый так называемый талантливый рекрут его обучаем на гренадера как раз и замен погибшего только что построить им больше заводов по переработать так нам нужна еще одна столовая давим еще одну столовую как у нас есть гренадер в этой игре они так уж много в этой миссии не так уж много ресурсов их надо экономить так защитную башню обязательно нужно поставить в принципе не знаю можно нет столовых нам больше не надо защитную башню ставим так и мне нужен еще один мне нужен еще один строитель рекрут вернее опять талантливый всех талантливых мы их талантливых мы будем делать с этими специалистами военными то есть сержантами и гренадерами а вот обычных рекрутов отправляем рубить лес у нас уже двое строители до лес добывают так слушайте я только что построил еще одну столовку но почему-то они все правильно 20 отрядов я поддерживаю так дальше нам нужно будет построить обязательно ресурсов не хватает он пускай тогда тоже рубит лес а слушайте нам надо одного рабочего повысить чтобы он более высокоуровневые постройки мог строить прокачать его он мог строить инцинераторы нам нужно дважды повысить уровень рекрута я буду танки строить из назначения танки я буду сажать собак в качестве водителей спасибо так вот этот парень теперь уже может сможет сейчас строить инцинераторы но правда денег не хватает надо еще деньги накопить и 750 стоит инцинератор построить блин ты долго будешь эту несчастную вышку там ставить без охранной вышки мы не сможем построить казармы где буду сержантов нанимать поведено так у нас построена охранная башня ставим казармы денег опять них 7000 блин так тогда пускай пока идет копать добывать древесину раз денег не хватает чтобы никто не бездельничал так давайте я еще одного на ему рекрута еще одного добычика древесины так уже трое четверо лесорубов у меня с процесс должен пойти повеселее в общем ждем 7000 пока накопится в принципе нож можно выдвигаться нет нам не нужно выдвигаться кстати а мне нужен еще один рабочий чтобы починить вот этот танк и давайте я туда собаку посажу в этот танк не туда по моему пошел радиус обзору у рекрута конечно не какущий так вот чиним этот танк рапорт а блин подождите а ну да все правильно он его чинит идти потихонечку расходуется ресурсы естественно починка тоже не бесплатная так все танк починен и в этот танк мы посадим собаку качестве водителя какая вот условность в игре присутствует танк наш захвачен полностью починен мы его присоединим к основному отряду танков где у нас саперы гренадеры главный герой собственно танк почему я их называю танком то что у саперов гренадеров броня 2 единицы то есть они более бронированные пехотинцы сержанты все таки штурмовой пехоты мясо так я уже могу построить казармы так давайте я гляну сколько у малькольма радиус обзор у меня есть подозрение что у него радиус обзора маленький я первый раз эту миссию проходил с ричардсона зрение 7 до у него радиус обзора меньше чему ему ричардсона так но я уже могу рекрутов нанимать в принципе много гражданского населения бегает так построить все больше заводов так в принципе ладно 20 юнитов не хватит как этих ребят тоже отправим туда рубить лес тут я не уверен безопасно здесь будет рубить его в принципе безопасно так казармы построены только наполовину и все больше никаких построек я в этой миссии строить не смогу я смогу только казармы производить ой господи сержантов пехотинцев сержантов сержант это улучшенный пехотинец и соответственно саперов и гренадеров гренадер это улучшенный сапер улучшенные юниты получаются из талантливых рекрутов так называем талантливые юниты видите они обозначены четырьмя желтыми точками то есть это значит у нас не сапер а уже гренадеры они сильнее атакуют лучше разрушают постройки так далее так у нас готовы готов готовы казармы так где эти бескозные у нас так давайте построим инсенератор несколько штук еще парочку инсенераторов я произведу парочку инсенераторов на самом деле знаете чё наверное я все-таки построить еще один пустя где рекруты которых я нанимал это талантливый чувак из него можно сделать гренадера я думаю или сержантика вылепить из него давайте из него сделаю сержанты все-таки отправим отправим его в казарму так где рекруты которых я нанимал блин тут я нанял несколько рекрутов а я их отправил рубить средства окей как есть у меня еще один сержант тихоньку паладим юниты актеру инсенератор у меня готов строим 3 в тот сажаем овчарку чарка водителя начальник миссиях компании не нельзя использовать все постройки все технологии какие игра предлагает то есть идет ограничение но это правильно что типа игрок плавно разбирался кстати этим я вижу аптечку заберем так вот здесь вот надо вообще все изучить может быть там где-то эти аптечки опять же какие-то это вкусняшки лежат проверять изучать окрестность на этой карте довольно много аптечек надо находить для этого надо обшаривать все углы аптечки очень важны в этой игре прямо сейчас замигала почему-то видите по бокам она дамигает прямо сейчас так если у нас еще один инсенератор довольно быстро не заметьте строится эти инсенераторы так но я думаю трех инсенераторов достаточно тем более это довольно дорогие построенные дорогие довольно таки юниты так здесь весь лес то уже вырубили смотрю отправляем их сюда рубить у нас максимальное количество до войск пусть у нас максимальное количество войск вот этими войсками которые у меня сейчас есть и придется собственно воевать хотя подождите-ка я я могу вот же еще я могу еще одного на самом деле этого сделать сапера давайте я сапера подготовлю вернее гренадёра потому что он талантливый из этого рекрута так и вот еще один рекрут кстати нам нужен будет один рекрут который будет ходить и на ремонтировать наши танки в бою вот этот вот этот пехотинец он у нас будет нет нет этот этот прокачанный я его поберегу вот этого чувака мы сделаем специалистом который будет заниматься исключительно ремонтом техники все выдвигаемся всем будет следовать за моими войсками и ремонтировать танки такой вот такой вот план тут есть лежит химическая бомба но это надо прокачивать невидимость моим юнитом с невидимости бомбы особо не закладываешь так слушайте прежде чем двигать туда я предлагаю вот здесь вот зачистить вот эту долину о бэйн этот сукин сын опять жрет нашу растительность уничтожаем его так у меня что-то пехотинцы какие-то покоцанные немножко их походу обстреливают вот с этого и возвышенности так вон вражеские войска появились вперед выдвигаются танки сперва кстати нам еще завод по производству бутана нужен потому что у нас бутан расходуется но не поступает техник это без бутаниума не работает так мне срочно нужен это какой-нибудь строитель который построит мне завод по производству бутана блин это должен быть прокачанный чувак секундочку так вот на достатке леса до рубить так эти уже весь лес тут повырубали то есть их прокачан чтобы завод по производству бутаниума произвести техник это без бутаниума не работает так вот этот чувак прокачанный блин бутаниум 6500 ресурсов чуть-чуть ресурсов не хватает сейчас но мы это быстро сейчас поправим тут вот еще есть остатки леса не освоен блин как-то быстро все закончилось честно говоря так я на такое не рассчитывал что настолько быстро закончится ресурсы так есть у нас сейчас возможность завод по производству бутаниума поставить на последние деньги не помню чем еще мешать завод этот чертов построить как завод по производству бутаниума пошел техника работает и без бутаниума на ее эффективность очень сильно падает так я вижу я вижу аптечку так лечим кого кому кому необходимо так присылаем сюда ремонтного чувака который будет ремонтировать ремонтировать инсенераторы мои нужно не забывать их ремонтировать сейчас отремонтируемся продолжим исследовать напомню цель миссии полностью зачистить всю карту вот прям под ноль зачистить блин где этот чувак которого я отправлял танк ремонтируйся разве не отправлял никого он не может он видимо не может туда проложить придется вручную его вести так завод по производству бутаниума у нас построен а он не ремонтировал потому что тот инсенератор и так ли мы полностью отремонтированный этот вот у нас дух поврежденный вернее так все двигаемся дальше я люблю это я люблю это зачистить блин я не туда иду друзья вот здесь вот я еще не зачистил весь лес выработали больше нечего рубить я потерял этого я потерял гренадер или кого-то гренадер потерял так надо ставить тогда атакующее поведение они тупят они не атакуют надо чтобы они агрессивнее себя вели так две аптечки нашел ну что-то поздновато уже для аптечек у нас вот этот сукин сын опять бегает там и съедает наш а это огороженная территория туда все равно мы попасть не сможем так замену битого я думаю нужно нового гренадера произвести пусть у нас лес совершенно не добывается леса нету мы его сейчас и не сможем добыть лес вот здесь вот есть но тут есть сейчас туда сунуться там по-любому будут вражеские юниты это проверено я люблю это афер Так, вражеские здания. Причем мы их увидели, как я понял, даже раньше, чем они нас. Так, все вот эти леса надо зачищать, там могут быть враги. А потом, чтобы туда можно было спокойно рабочих отправить. Так, стоп, здесь забор опасный. Стоп, стоп. Так, надо забор сначала вынести, иначе мы сейчас будем терять здоровье. Блядь, мы уже теряем здоровье. А в забор, чуваки, теряю здоровье. Так, отходим, отходим, отходим. Блядь. Ой-ой-ой, тут забор электрический. Уходим. Очень больно. Сейчас надо подогнать туда танки, чтобы они вынесли этот забор сначала, а потом уже двигать дальше. Так, подлечиться нужно обязательно. Вперед, в любое время, нигде угодно. Мне не больно. Ты мне говоришь, дело. Ты мне говоришь, ты мне говоришь. Прямо сейчас. Так, ремонтируем танки. Так, и в принципе, здесь уже довольно безопасно. Сюда, я думаю, можно отправить рабочих, добывать вот этот лес. Давайте отправим. Так, это высококвалифицированный строитель, пока его оставим. Дешевые строители, где у меня? Так, вот один стоит. Пускай добывает лес. Что-то мало у меня, больно, строителей. Должно же было быть больше, разве нет? Так, вот еще один. Готовый. Да, сэр. Что же на добычу леса его? Так, это собака. Ну, значит, я все-таки потерял какое-то количество строителей, потому что должно было быть больше, я помню. Этот элитный, он у меня может инсинератор строить. Его я не буду отправлять на риск. Рапорт. Вперед! 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 Так, вот один инсинератор требует ремонта. Вперед! Вперед! Заверюсь, что ты летишь! Я люблю тебя! Вперед! Я люблю тебя! Я люблю тебя! Слово. Мы, вроде, отбились. Без потерь отбились. Готовый. Готовый. Так, снова танки чинить что придется щас. Да. Снова придется чинить. Легко отделались. Основной удар приняли, видите, на себя. Блин, какое легко, если я двух саперов потерял. Ё-моё, я двух саперов потерял. Бриндец. Так, мне тогда нужно... А, ну, чтобы нанимать новых людей, мне нужно сперва добыть ресурсы. Так, ну придётся мне и вот этого типа тогда тоже отправить на добычу леса. Так, мне нужно пополнение из сапёров. Так, вот этого парня нанимаем. И обучаем его. На сапёра. Ну, 500 денег, денег нет. Так, вот ещё один есть у меня, рабочий. Тоже пускай идёт добывать лес. Так, сейчас я смогу вот этого сапёра. В общем, зализываем раны, сейчас сапёру обучу. Ну, блин, денег всё равно не хватает. Так, сколько я могу ещё юнитов произвести? А у меня и полный лимит уже расхоливаем по юнитам. Так, вот этого типа тоже. Не получится его рекрутировать, потому что у нас нет столовых. Так, ну одного сапёра произвёл. Выдвигаемся всё-таки дальше потихоньку. Вперёд! Так, тут вражеское поселение, я наблюдаю. За честь! Добро пожаловое время и где угодно. В любое время и где угодно. За честь! Я люблю это. Так, надо, чтобы первыми ехали танки, а гренадёры уж потом. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Нужно уничтожить защитные стены. Это странно, они их уничтожают. Я вроде бы чёлкаю в другом месте. Они стреляют как-то очень странно. Так, враги нарисовались. Атакуем. Наверное. Блядь, у нас там потери сейчас будут, походу. Турки, что? Почему Алла? Честно говоря, я не могу контролировать этот процесс. Так, ну вроде без потерь обошлось. Вроде без потерь. Так, сейчас надо опять будет зализывать раны. Ремонтировать. Ремонтировать танки. Без потерь же, да, у нас? Слушайте, по-моему, я потерял пару пехотинцев. Что там за сигнализация сработала? Да, я потерял одного пехотинца, к сожалению. Так, давайте взамен погибшего я пехотинца произведу. Так, произвел одного пехотинца. И снова двигаемся, снова дальше. Тут, кстати, лес есть, тут есть ресурсы. Есть ресурсы. Но очень далековато, прямо скажем. Легко за ними моих рабочих придется слать. А у меня есть выбор, по-любому придется. Да, и здесь вырабатывают. Рапорт. Так, все. Здесь, значит, зачистили мы, да? Продолжаем планомерную зачистку карты. Хотя, подождите-ка. В принципе, вот здесь можно попробовать. Блядь. Блядь, чуть не потерял сейчас только что гренадеры. Саперы, вернее. Так, если у кого-то есть аптечки. Вообще, давайте лечиться. У кого-то должны были быть аптечки, я помню. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Поведено. Сочесть. Сочесть. Так, у сержанта здоровья не к черту. Доверься мне. Так, аптечку потратили. Сочесть. Сейчас мы попадем прямо на вражескую базу, через этот мост. Как бы не утонуть. Так, давайте сохранимся на всякий случай. Уж теории они могут сейчас мост разрушить. Так, сейчас, кажется, моего главного героя завалил. Все. Загружаемся. Вальнули мы его героя, он вперед вырвался. А так делать не нужно было. Впереди должны идти танки. Надо приготовиться. Этот мост форсировать не так-то просто. Куда вот этот сукин сын поехал? Так, сейчас вырываемся с помощью танков туда. Блядь, да куда ты поехал? Вот же мост есть. Чё-чё они делают? Чё-чё они делают? Так, одного танка я, кажется, потерял, да? Что-то я два танка только наблю... А, вон третий едет. Так, врываемся, разрушаемся. Всё здесь к чертям. Тут уже процесс пошёл такой неуправляемый. Тут я мало что могу на что повлиять, честно говоря. Так, вон тюрьма, видите? Там наших содержат. Воинов. Я их могу освободить, они ко мне присоединятся бесплатно. Так, ну чё по потерям? Терял одного пехотинца, в принципе. И всё, даже инцинератор выжил, как это ни странно. Так, ремонтируем технику. И зализываем раны. Если аптечка... Аптечек-то нету, как мы их залижим? Аптечек нету. Кстати, особо раненых-то нету. Есть инцинератор, сильно повреждённый, но... Инцинератор-то мы починим. Блядь, они там атакуют моих рабочих? Да блядь, куда вы, сука? Там... Там атакуют, походу, моих рабочих. Может, мы кого-то не добили? Блядь, ну вот опять, чё происходит? А-а-а, понятно. Там они за забор задевают. Получают ранение. Вот оно, что происходит. Забор задевают. Но оно... Они так быстро его проходят, что, в принципе, особо урона не несут. Блядь. Я потерял рабочего, который должен был танки ремонтировать. Готовый. Блин. Я потерял этого рабочего, действительно. Сейчас придётся его вручную туда отправлять. Не дошёл. Что-то с ним по пути произошло. База, кстати, не вся ещё зачищена здесь. Блядь. Она ещё громко, эта сигнализация херачит. Блядь. Там, вон, смотрите, чё там есть. Там недобиток какой-то. Блядь, кто-то их там обстреливает. Друзья, надо срочно отправлять туда... Ребят. Пипец, только что вальнули кого-то из моих. Я люблю это. Я люблю это. Блин, быстро туда идём. Обратно. Я люблю это. 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 Это так называемый перевозчик. Слушайте, так он разрушен. А кто стрелял-то? Наверяйся мне. Наверяйся мне. Наверяйся мне. Это разрушенные... Я люблю это. Объекты. Наверяйся мне. Наверяйся мне. Я не понимаю, чё происходит. Наверяйся мне. Опять я потерял этого рекрута, который должен был мне ремонтировать танк. Опять вручную придётся его везти. Ну вот, смотрим. Откуда его обстрелим сейчас? Блядь, чё там творится? Короче, надо загружаться будет сейчас. Я потерял... Откуда-то стреляют. Только что вальнули. Давайте загрузимся. Только что вальнули мою... Кахотинку. Короче, надо здесь зачищать. Сперва. За честь. За честь. Слушай, тут здесь же всё чисто. Кто их сейчас обстреливал? Сперва. Может здесь? Здесь. Совершенно непонятная для меня ситуация. Прямо сейчас. Я не понимаю, кто их атакует. Так, мы когда-нибудь эти чёртовы танки починим, нет? Так, они починены. Двигаемся дальше. Блядь, а мы... Я чё, не сохранился после того, как мы там зачистку производили? Получается, что нет? Сейчас здесь опять по новой рубиться. Блядь, вальнули моего героя. Так, туда танки надо отправлять. А не героя первым идти. Вот куда вот он поехал, сука? Ну куда? Ну куда? Так, вальнули пехотинку. Совершенно непонятно что происходит, я не могу этот процесс контролировать. Потери большие. Кипец, какие большие потери у нас. Базу я конечно зачистил, но потери просто огромные. Так, давайте подремонтируем то что осталось, надо будет новых юнитов клепать. Только где их липать надо же еще это надо будет где-то рекрутов найти. Так, я где-то освобождал там пленников. Все в дело. Рад, что вы пришли. Добро пожаловать. Так, это сигналка, она так и будет сигналить здесь. Я не могу найти тюрьму где я пленников освобождал. Мне нужны рекруты, друзья. Готовы. Так, ну и остатки этого леса вот эти двое парней я думаю дособирают, а я давайте парочку сержантиков произведу. Вот из этих двух рекрутов. Так, из этого я давайте тоже сержантикой сделаю. Блин, а я кстати их по моему саперами отправил сделать. Да, я с саперами их отправил. Ну пускай будут саперы тоже сойдут. А, нет, я их отправил в казарму. В общем восстанавливаем силы, пополняем армию. Так, этих чуваков надо отправить безопасным путем. Своим, безопасным. Слишком далеко, да? Вот таким крюком, то есть надо чтобы они шли уже по зачищенной территории. А это что не идёт? В чём дело? В чём не идёт? Так, я могу ещё одного в принципе произвести. О, две собаки можно принять в свои ряды. В чём дело? Я люблю это. Я люблю это. Я люблю это. Весенки. Я люблю это. Так, сейчас придут подкрепления и мы двинемся дальше. Так, у меня пять пикотинцев. Аптечек нету блин. В чём дело? Ты мне говоришь? Ты мне говоришь? Ты мне говоришь? Ты мне говоришь? Чтобы проверить есть у кого-то аптечка в инвентаре, нужно каждого вот так вот прощёлкивать. Прямо сейчас. Очень неудобно. Ты мне говоришь? 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 Я люблю это. В чём дело? 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 так ну вроде бы это вроде бы подкрепление я организовал лес у нас добываются двигаемся дальше как вон сады так вот еще пару рекордов мы сейчас освободим так малкольм плохо малкольму нужно лечить а аптечек у нас нет как греха подальше сохранимся так вот этих рекордов так где там мой ремонтник я ремонтирую танки снова зализываем раны так меня напрягает что у нас главный герой главный герой сильно дохлый а птички не наблюдаются нигде ремонтируемся ремонтируемся это сигнализация блины ее по моему не вынесешь никак чтобы она вот перестал а нет ее можно уничтожить кстати чтобы она не надоедала знал так все все танки целы мне надо главное следить чтобы главный герой слушайте давайте главного героя я наверное присоединю первому отряду ко второму отряду потому что у него здоровья нету он не представлялся кто там стреляет что там глядь кого убивают там а вон лучник так потерял я к сожалению двух по моему или одного сапера только что то в в в в в в в в в надо вручную вести к выходу ёб твою что там опять такое кого там грохнули только что этих рекордов надо на базу вручную вести а блин еще одного сапера вальнули, очень обидно так этих на базу ведем это блин рапорт азарт лед прямо сейчас так я потерял один сапер всего остался так сейчас я давайте двух саперов вот здесь подготовлю еще надо довести целыми невредимыми до наших основных сил так по неразведанной территории бесполезно не дойдут они придется вот таким длинным путем их вести так у нас где-то ремонтник а блин рабочего ремонтника тоже убили я не могу сейчас танки чинить да вынеси ты это чёрт его ковина за честь пусть у меня нету рекрутов даже так давайте собакой сейчас там где-то снизу у меня должны быть рекруты вот рекрутов служить и защищать так кого из них сделаем давайте сапера даже гренадер кстати мне нужен и рекрут обычный тоже постройте больше заводов так этих продолжаем вести нашим основным силам за честь за честь мне не больно сейчас сэр и ждем подкрепления в общем о объедин о о ос Так, есть подкрепление Из двух сапёров Я боюсь, знаете что? Боюсь, как бы не вышло так, что последнего Алиена будем искать Эта игра этим грешит Зачастую последнего Алиена нужно искать на карте Блять Собаку сострелили только что Блять Стерял морского пехотинца Что там такое опять? Гриндец Опять еще двух саперов потерял Так, вот этот чувак, мне нужно сделать его этим Чтобы он ремонтировал технику мою Но как его живым довести до своих сил, непонятно Тут территория неизведанная Прямо сейчас В чем дело? Наверяйся мне Наверяйся мне Наверяйся мне Так, убираем весь туман войны Все, тут обследуем Потому что не убив всех врагов, миссия не завершится Так, здесь вроде все обследовано О, миссия завершена Какая себе Субтитры сделал DimaTorzok